В пустынях Аравии шла повстанческая война, задолго до того, как я попал во Францию. Племена бедуинов объединились, чтобы сражаться в войне, совсем не похожей на нашу окопную. Действуя небольшими мобильными отрядами, они противостояли мощи империи и сплотились вокруг идей одного единственного влиятельного воина – идей свободы и перемен. Продолжение следует... Аравийская пустыня. Огромный океан летучего песка и выжженные солнцем камни. Под бесконечными дюнами – нефть, черное золото, кровь нашего нового механического века. Более 400 лет этими землями правила Османская империя, контролируя все, что там есть. Но у империи есть свои враги. Небольшие отряды повстанцев-бедуинов объединились, чтобы сбросить власть империи. Они нападают без предупреждения, затем исчезают в пустыне. На их стороне сражается один британский офицер, чьи дела принесли ему широкую известность. Мир привык называть его Лоуренсом Аравийским. В пустыне важно хорошо все спланировать, но кроме этого надеешься еще и на удачу. Удача благоволила нам, когда мы узнали о сошедшем с рельсов османском поезде с весьма интересным грузом. К османам, пережившим крушение, присоединился небольшой патруль. Вместе они стали охранять обломки и ждать подкрепления. У одинокого бойца есть одно преимущество перед большим вражеским отрядом. Одинокий боец может оставаться незамеченным. Пощады нет и спустит псов военный. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Продолжение следует... 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 Молодец! Молодец или бузбол? Выходи. Все кончено. Ты, конечно, не думал, что мы успеем тебя поймать, Лоуренс Аравийский. Вообще-то... Я на это и рассчитывал. Эл Лоуренс! Что ж, умно придумано. Теперь сам охотник стал добычей. Ну, а ты тогда кто? Как ты прекрасна, моя милая. Ахмед. Прекрасна? Если бы не такие, как ты, я была бы свободной. Свободной, да? Смерть вас освободит. И я рад сообщить, что империя намерена скоро дать вам такую свободу. Даже сейчас, в пустыне рыщет машина разрушения. Она уничтожает ваших союзников, ваши семьи, ваши дома. Скоро вам некуда будет бежать. Негде прятаться. Скоро все, что вы знаете, и что вы любите, обратится в ха. И все вы будете вольны умереть. Животное! Зара! Я, конечно, понимаю, что ты очень хотела бы срезать с его ступней плоть и отправить его голым в пустыню на смерть. Но ты подумай. Ты прав. Простите, моя спутница бывает грубовата. Ты расскажешь мне, как перехитрить твой поезд, чтобы мы могли заманить его в ловушку и уничтожить. Не выйдет. Чтобы хотя бы начать с ним общаться, нужна целая книга шифров для связи. А, вы про вот эту? Вы не можете остановить прогресс! Скоро весь мир поглотит ваши земли и заберет из-под песков драгоценное черное золото! Посмотрим, друг мой. Разумеется, забрать книгу с шифрами было недостаточно, чтобы уничтожить железного дракона Коновара, как нарекли его османы. Нам надо было отправить ему три зашифрованных сообщения с приказом отменить боевую готовность. Вдоль железнодорожных путей были разбросаны османские аванпосты. Командиры аванпостов носили с собой капсулы для особо важных сообщений. Нужно было забрать эти капсулы для доставки приказов, и иные поезд бы не принял. Проникнуть в деревню будет непросто. В ней расположился целый отряд османских солдат. Османы устроили в пустыне далекий аванпост. Он легко защищен, но полон оружия и техники. Очевидно, в нем не ожидают атаки. Все это снаряжение пригодится, если возникнет нужда его применить. Древние руины были останками исчезнувшей цивилизации. Османская империя привела туда современные технологии, бронетехнику и полевые орудия. Убить трех командиров. Украсть три личные капсулы для сообщений. Вложить в них поддельные приказы и отправить с голубями на поезд. Решать, как выполнять эту опасную и дерзкую задачу, предстояло самой Заре. Бедуины ценили своих лошадей. И те в ответ давали наездникам несравненную скорость и мобильность. Зарея! Ух! 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 ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ 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 СПОКОНАЯ МУЗЫКА 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 Месть может быть сладким или горьким напитком. Как она тебе на вкус, Зара? И ты права, нам надо действовать масштабнее. Может, и на Суэцком канале? Да? Скажи, что ты знаешь о кораблях? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok